друзья привет привет сейчас вот я разложилась буду лакировать мои работы и вот хочу показать да их у меня осталось уже немного но что то есть скоро они на днях буквально разойдутся ну вот я не вспомнила что я еще делала я делала рассказывала в принципе извиняюсь за качество уже вечер много гортензий давайте вот так наверно буду показывать да много гортензий разных вот тут такая веточка они еще не окрашены просто барельефы вот такой лук есть ромашка мятлик иван-чай пижма еще иван-чай вот листики тут очень вот это вот красивая тут забыл кто семечки наверно чита очень красивый барельеф и небольшой да вот гортензия у меня маленькая есть такая все извиняюсь на полу все скрипит здесь я в рамки даже не вынула из рамки посмотрим что получится при окрашивании и здесь я сделала маленькие чертополох я за ним долго бегала нужно заканчивал свое цветение все и я за ним бегала и вот что успела сейчас еще покажу вот этот я точно извиняюсь за поиск порядок рабочие моменты вот этот я точно оставлю себе я настолько за ним бегала долго и так он мне нравится в ну как вот в оттиске прям вот все иголочки все листики посмотрите какая красота я просто балдею от чертополоха вот та самая морковка который я все говорю что она у меня осталось вот она такая в другую сторону свеклу к по моему я уже показывала кукурузу не помню показывала нет но покажу еще раз два барельефа кукурузы сделала то есть тоже вот рамка листики початок тут все классная скорее всего вот эти вещи я просто буду покрывать лаком дальше у меня чисто че этот иван-чай все его детальки тут даже вот такие семечки получились вот тиск семечек не помню с какой страны здесь наверно классный и вот помните я говорила про дырочки портят они все-таки картину ну что делать дальше осенние как же их называют забыла осенние желтенькие цветочки ой забыла вылетел из головы они счастливе цветут не помню вот вылетела и все и и ой как бы мне достать вот этот барельеф это огромный лист мать и мачехи и сделала ракушечку так вот он тоже надо обрабатывать еще вот он так будет висеть его я точно буду красить потому что все таки основа на нем на листе есть конечно беды слишком тонко делать их нельзя вот такой шикарный чертополох у меня обломался и дырочка обломалась и это конечно можно его там склеить приклеить на рамку какую-то там тряпочку ну мне кажется работа уже потерялась вся красивая головка чертополох конечно ну вот друзья мои вкратце вам показала это все что у меня осталось так что потихоньку мы будем красить что-то красить что-то не красить и на днях часть вот этой часть работы вся уйдет ну я думаю вы понимаете куда октябрь месяц надеюсь будет интересно дырочки я вот здесь вот глупо сделала и так и так но я так и оставлю обработала уже чуть-чуть так пусть будет так задумано потому что здесь попался маленький цветочек и ножка вот так вот выскочила получился вот такой вот иск опять-таки чертополох и чертополох я люблю почему его так много потому что он как для меня он как амулет ну не то что амулет а как оберег точнее конечно оберег здесь чуть-чуть стерлась нельзя и только на держать вот это вот классная штука капелька оберег в доме почитайте в интернете его именно вот в доме классно держать во всех видах и в сухом просто я имела ввиду веточки и соответственно давайте вам еще покажу его это офигенная работа просто 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 классно здесь вот я сделала как будто что еще не все вываливается жгут не жгут джут не джут мешковина господи что-то я устала голова не варит типа мешковины кусочков здесь и вот он так вот не буду не буду не буду его красить покрою просто лаком лак немножко дает тон это вот этой голубой глины здесь отсвечивает на самом деле это сгулу с голубой глины и он немножко но цвет имеет уже этот брелев все пока пока друзья не буду вас задерживать до новых встреч